МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это Павел Крусанов, известный петербургский писатель. А встречаемся мы с ним в связи с выходом нового романа «Ворон Белый. История живых существ». Добрый день, Павел. Разве это вас у нас на группе? Скажите, Павел, вот сегодня у нас повод для встречи. Ваш новый роман «Ворон Белый». У романа этого есть такой замечательный подзаголовок. «История живых существ». Скажите, а с чем связан подзаголовок, собственно, любой роман, это так или иначе история живых существ, если, допустим, зомби-трэш? Все остальное – это история живых существ? Ну, во-первых, я хотел напомнить об этом, что действительно любая роман – это история живых существ. Во-вторых, там просто устами одного из персонажей рассказывается версия, не надо воспринимать ее как научная, она, скорее, вообще псевдонаучная, о так называемых зоостратах, то есть свой взгляд на революционный процесс на нашей прекрасной планете. И, в общем, тема, она так и я, мне показалось, довольно интересная и важная. И чтобы подчеркнуть ее важность, я как ключик вынес просто под заголовок добавил, под заголовок к роману. А переселение душ – это ввод для этой самой теории зооэволюции, как вы говорите? Это, в общем, такой дополнительный бонус? Та теория как бы научная, а переселение душ – это уж совсем не научное, чисто художественное. Хотя в художественную правду, как показывает практика, в истории города больше доверия в художественной правды, чем в правде собственной. Скажите, вот прототипами главных героев Ворона Белого стали литераторы, входящие в такую вот группу петербургские фундаменталисты. С чем это связано и как реагировали эти прототипы? То есть можно ждать сейчас ответного удара появления, допустим, в романе Сергея Носова персонажа, списанного один в один с Павлом Крусановым? Да нет, зачем? Что же мы будем обезьянничать-то? Нет, мы люди серьезные. Каждый как-то свой творческий метод оттачивает. А здесь просто... Дело в том, что петербургские фундаменталисты сейчас вошли в такой латентный период, они, так сказать, за кулисами, как бы, да, так сказать, такая мировая закулиса и прямого, прямого, что ли, действия не оказывают на исторический процесс. Ну, мне не хотелось бы думать, что эта история закончилась, и я ее вот в поле художественного как-то продлил. Понятно, а кто такие вообще петербургские фундаменталисты? Я думаю, что вот не все наши зрители об этом знают, хотя, собственно, группа существует с конца 90-х, как минимум, насколько я знаю, крайне активно светится. Петербургские фундаменталисты — это отличные ребята, которые в баню ходят, в Бога веруют и любят Родину. Что тут еще? И, собственно говоря, разумеется, это никакому, скажем, религиозному или, там, скажем, какие еще бывают фундаментализмы. В общем, никакому фундаментализму в общепринятом смысле отношения не имеет. И этот термин просто показывает приверженность неким каким-то незыбным ценностям. И больше ничего. Вообще так нас прозвал народ. Мы сидели на галереи Борей, весело обсуждали какие-то текущие события. Но это наш ближнеприятельский круг. Так просто получилось, что и все писатели, там, скажем, лицамсеканский философ, мы больше художественным текстом как бы увлечем, да, совсем другими проблемами. Ага, и публицисты там есть, как и Татьяна Маспина, скажем, она, в общем, более яркий публицист. Но он еще и драматурка, очень. Драматурка, ну и носа драматурка Сергей Том. Да, то есть это частой сетью такие люди. Люди ходят частой сетью, фундаменталисты. Вот. И сидя вот в этом дружеском кругу в кафе «Галилея Борей», проходящий мимо художник Валеран, сказал фундаментально сидеть. Вот отсюда, собственно, и пошли фундаменталисты. Это не самоназвание. То есть связывают в основном дружеские узы. Да, все есть. А что нас еще связывают? Ну, мало ли. Что вообще в мире есть важного, кроме любви, дружбы и смерти? Еще вот со временем появляющиеся и совершенно непонятные нам дети. Тоже, конечно, это важно. Так что, что еще? Неужели какая-то Лужковская Москва или пучинские чиновники действительно представляют какие-то серьезные проблемы в нашей жизни? Да нет, конечно. То есть экзистенциальные проблемы, ужас перед грандиозностью мироздания это самые большие чувства у нас вызывают. Как, собственно, они отреагировали, фундаменталисты, на то, что появились на страницах этого романа? Здесь все весело отреагировали. То есть у некоторых персонажей не очень бесприятно показывают? Ну, мы же не бары. Во-первых, это все-таки надо учитывать, что это как бы узнаваемые персонажи, поставленные в реальное обстоятельство. То есть все это не надо так уж прямую, прямую иглу, иглу воспринимать. То есть похожие характеры, похожие речи, похожие реакции, но все-таки обстоятельства жизни, в которых они существуют, не спины, нежели те, в которых они в реальности пребывают. В общем, я не знаю, может быть, конечно, кто-то и затаил какую-то мне потом хару ведущую, вынашивает планы, но так озвучено не было. Все, по-моему, отнеслись к этому. С пониманием. Со времен Укупса Ангела Вашу прозу, номинаю, называют имперской. Вот, собственно говоря, в Вороне действия происходят на территории так называемой Кочевой Русской империи. Однако картины, которые Вы рисуете, они довольно сильно отличаются от того, что нам преподносят сторонники имперской идеи, москвичи наши в основном. Вас такое расхождение во взглядах с потенциальными единомышленниками не смущает? Нет, не смущает. Потому что для меня, в первую очередь, тоска по империи это тоска по долговечной красоте. Потому что мне вообще кажется, что искусство способно процветать и давать животворящие плоды вообще только в условиях империи. И чем дальше мы от этих прекрасных времен отодвигаемся, тем все более мельчает ландшафт. И, так сказать, мы оказываемся на каком-то макоозе культурном. А вот эта вот теория о консерватизме как о постоянном творческом пересоздании прошлого, как я понимаю, это вот одна из основных теорий, на которых держится этот роман. Ну и, в общем-то, другие ваши произведения. Это, как я понимаю, Секацкого, да? Пословно. Ну, понимаете, внутреннее ощущение консерватизма как творческого процесса это, в общем-то, очень ровно всем петербургским фундаменталистам, собственно говоря, иначе бы и не получилось никакого, так сказать, объединения с какими-то близкими взглядами, близкие диалоги. Но формулировки, да, формулировки во многом Секацкого. Просто у нас консерватизм обычно воспринимается как вот? Не пущать, не пущать, куда загребем ты всех. Да, это совершенно не так. Совершенно верно. А тут совершенно по-другому. В общем-то, действительно, мне кажется, это очень интересный и, в общем-то, нестандартный подход к консерватизму. Москвичи, с которыми я беседовал, которые придерживаются имперских взглядов, они говорят, что как-то курсанов, ну, не серьезен, надо как-то иначе подходить, надо жестче линию держать. Ой, господи, зачем мы жестче держать? Знаешь, больше радости должно быть в жизни. Как говорил прекрасный музыкант Андрей Панов в 80-х годах покойный, панк, радоваться надо, это вот, это тот лозунг, который я готов нести через жизнь. Радоваться надо. Павел, ваши предыдущие романы выходили преимущественно в издательстве «Амфора», ну, и в основном, ну, практически все они выходили в Санкт-Петербурге, первое издание, по крайней мере, было в Петербурге. А вот с этой книгой случился казус. Вышла она в издательстве «Эксмо», ей открывается новая серия «Русский интеллектуальный бесседер», там еще несколько книг, насколько я знаю, уже вышла, в том числе одна, как минимум, ваша, как же вы так поступили своим петербургским патриотизмом? Ну, я, конечно, патриот своего города, но как-то за рамку здравого смысла выходить, мне кажется, не стоит. Но, собственно говоря, первая моя книга, первый роман выходил в Москве в восемьдесят девятом году, в Москве у меня выходило предложение «Колевалы», там были еще какие-то с Москвой взаимоотношения, в СТ выходило у меня тоже две-две книги, какие-то очерки о террористах и терроризме, и переиздание, опять же, предложение «Колевалы». А сейчас обстоятельства просто сложились так, что издательство «Афро» испытывало временные трудности, и у них такое определилось немножечко что-ли-то переориентация в издательской политике, то есть они уменьшили издательские риски, скажем так, вот. И я очень люблю это издательство, у меня прекрасное отношение с людьми там работающими и руководящими и взаимному удовлетворению, понимая проблемы друг друга, в общем, отпустили друг друга на свободу. Вот. Тем более, что тут же поступило предложение от «Эксмо», которое я принял, потому что Роман был готов куда-то отдавать. То есть теперь мы можем ждать переиздания в этой же серии и предыдущей флажки. Значит, там уже в этой серии, на самом деле это не новая серия, очень большая серия по названию «Интеллектуальная бестсель». «Интеллектуальная бестсель». Переводной, да. Здесь просто добавлено слово «русский» и «Интеллектуальная бестсель». Весь архетип обложки, все осталось прежнее и характер Лёжский и так далее. Здесь они добавили к этой серии просто русского автора. Вот и все. Там уже третья книжка моя. Там выступили издание романа «Бом-бом» и сборник малой прозы «Дневниксовеки Павлов». А кто-то, кроме вас, вы не знаете, кто-то будет еще выходить в этой серии из наших петербургских авторов? Нет, к сожалению, я не знаю, потому что, так слово, в Москве, я здесь и планы, в общем, для меня, для меня, собственно говоря, это же не очень интересно, это издательство и было. Я каким-то образом тоже издатель, но немножечко другого характера. чем издатель «Эксмо». Поэтому мы не делимся друг с другом плавно. Понятно. Скажите, ну, в принципе, эта книга, она вышла достаточно солидным тиражом, но, в общем-то, скажем так, на пределе. 5 тысяч экземпляров это не тысячу, а не две, не три, но все-таки это и не пятьдесят. Тем не менее, вот как мы сейчас обратили внимание, на крупе этой книги уже практически нет. Будем надеяться, что она вся разошлась уже распродана. Будем надеяться на друг тираж. 5 тысяч это все-таки книга, изданная для широкой аудитории. Как вам, нравится ли вам ощущать писателям, пишущим, вот для массовой широкой аудитории? Или вам все-таки было уютнее в андеграунде литературе? Во-первых, я не чувствую разницы, потому что первый роман вышедший в 80-м году был издан тиражом 30 тысяч, скажем так. в этом смысле, это снижение к 5-ти. Ну, в этом чем дело, мы же понимаем, что на каждую сейчас купленную бумажную книгу приходится от 5-ти до 7-ми скачивания в сети, поэтому настоящую аудиторию, в общем, сейчас даже оценить фактически невозможно. Но я не об этом, я о том, что я, в общем, не знаю, не чувствую разницы между тем, какова аудитория у автора, если он, в общем, делает одно и то же дело, которое, так сказать, раньше вызывало интерес ограниченного числа, а потом у многого изменился не автор, изменилась аудитория, или просто он стал доступен до этой аудитории, или просто известие о нем донеслось до этой более широкой аудитории. То есть если сам автор ничем при этом не поступается, то что же ли он должен измениться? Ничего. Замечательная позиция. Ну, над каждой своей книгой вы работали 3-4 года, по крайней мере, нам ждать их приходилось 3-4 года. Будет ли так же со следующим вашим романом? И, если не секрет, о чем были следующие ваши книги с художественными книгами? Ну, на самом деле, это такая иллюзия, когда говорят, что вот там автор работал на книге там 3 года, потому что 3 года назад выходило следующий, так же не происходит, что человек закончил, автор, писатель закончил одну книгу и тут же там открыл файл нашим другую книгу. у кого нет, работают так, мы их на это имена вообще, а нормальный человек, он должен пожить, пожить, а потом вот этот опыт, который он прожил, как-то его осмыслить и передать книгу, потому что если ты не живешь, а только делаешь книгу, то есть ты жизнь выговоря воспринимаешь исключительно как литературу или как материал в литературе, ну, есть такие, конечно, чудовища, но у меня так не получается и не хочу еще так делать. Вообще на книгу уходит, как правило, год, наверное, не больше. А все остальное это осознание материала, продумывание и так далее. И делается причем под спудом, то есть скажем, лежишь на диване, все думают, что ты ничего не делаешь, это дело, что это очень важное дело, что ты сам надумываешь. Да, понятно, предыдущего текста. Сейчас, да, к второй части вопроса, сейчас у меня примерно уже там на тревице или даже чуть больше как бы там план реализован там следующего, но следующее это будет не роман, это будет сборник рассказов. Он у меня там внутренне там уже выстроен в голове и, в общем, примерно треть уже из необходимого там написано. Ну вот если не будет каких-то сторонних отвлечений, а мы так любим, как нас отвлекают, вы знаете, да, то через год может быть все, книга там появится. А публицистику проходит ожидать от вас новый сборчик? Это не мой жанр, то, что выходила книга и все прочее литература, где были публицистические статьи, сэ, интервью, какие-то интересные, что-то еще, это то, что собрано за многие годы, что было как-то случайно, то есть, то, что, не случайно, но какое-то событие где уже, либо я чувствовал себя обязанным сказать по этому поводу какой-то спич, чьей-то книжки, которая вызвала во мне встречную ответную реакцию, или по поводу какого-то художника, который меня тоже поразил, там есть, скажем, какие-то такие сэ. Политические события какие-то? Политические события не вызывают во мне столь пламенной реакции, чтобы я немедленно начал по этому поводу изгладать свою позицию. Нет. Я, как уже говорил, мне кажется, что самое важное событие в нашей жизни происходит в другой области вообще. И я на этом, собственно, настаиваю. Паша, вы говорили, что самое главное это жить и радоваться. Как вы относитесь к тому, что... Жить и радоваться, я сказал, что это тот лозунг, который надо нести с собой. А самые главные вещи, которые я называл, это любовь, дружба и смерть. Это то, что... составляет жизнь и переживание человека. Это то, что нас объединяет, вы сказали, любовь, дружба и смерть. Нет, я сказал, что не объединяет, а это те важные вещи в жизни, которые, собственно говоря, вызывают у нас самые... самые сильные переживания. Но самые сильные переживания у нас вызывают не, извините, нечестные выборы, а именно смерть, любовь, друзья там и так далее. Вот именно это. Это да. Но тогда у меня действительно почти отпадает вопрос, потому что, если бы было так, как я поняла, тогда меня удивляло вообще, во-первых, почему вы выдвинули на нацбест книгу Лицкого «Русский садизм», во-вторых, у меня был вопрос, как вы относитесь вообще к тому, что на нацбесте побеждает книжка именно о Лужковской Москве, хотя Юзефодич говорил, что она не об этом, о нашей страшной жизни. Я отношусь к этому, если честно, отрицательно. Мне кажется, что нас все время заставляют поверить, что существуют какие-то актуальные тренды, типа там вот матриевский Петербург, Лужковская Москва, там путинские чиновники, какие-то обман, коррупция, это все есть, это в жизни всегда есть, но это не есть главная составляющая нашей жизни, и тем более это не главная составляющая литературы. И когда текст начинают судить, художественный текст, не по его действительно художественным достоинствам, по тому, как человек работает собственно с самой материи литературы, с языком, а по тому, насколько он отражает как бы главный тренд нашего времени, типа там это ужасно, поэтому мне не нравится. Идеально эта книжка Марины Степновой как раз это «Любовь, дружба и смерть». И причем и литература великолепная, но за нее не было одумано ни одного голоса, я была, честно говоря, поражена. Я бы отдал голос Занусова, мне он понравился больше Степновой, честно скажу, потому что Степнова, она мастер, но Степнова лукава, она все-таки вот личину такого, то есть, ну, как бы мясо женского романа, вот оно, и она ее одевает вот в тонкую и хорошо выделенную вот литературу, но вот само, само тело все-таки остается, это такое вот, такого женского романа, женской истории, которая, собственно говоря, может быть, в силу каких-то особенностей моего организма, трогает меньше. Ну, это понятно, потому что и женская история, есть мужская история, как у Носова, это понятно. Но, я поняла, почему тогда русский садизм? Мне кажется, что существует тема, которую рано или поздно надо закрывать. Вот, как скажем, тема Владимира Ильича Ленина в свое время закрылку рейхи, и это было прекрасно. Ленингрим, да? Да, да, да. Так, мне кажется, что вот некие темы, которые без конца мусолятся и мешают нам вообще облинуться на другие вещи у нас окружающие. Надо закрывать. Лицкий сделал эту папу. Может быть, не идеальную, но это была попытка закрыть как бы тему вот этого ну, что ли, созидания и ужаса одновременно, событий, происходивших. Вот в России конца 19-го, там, до середины, скажем, 20-го века революция, там, переустройство сломого государства одного устройства и другого через ужас созидания одновременно. Понимаете, в чем дело? Народ и я, как его представители, чтобы стоять перед лицом мироздания, которое говорит нам о том, что ты мелкий и ждет тебя смерть, в конце, и прахты вообще никто. Чтобы устоять перед этим, народ должен и человек, каждый отдельный, чувствовать какое-то прикосновение к чему-то красивому, долговечному, может быть, даже бессмертному. это позволяет ему уйти от этого ужаса, или, по крайней мере, уйти в иллюзию от этого ужаса. А когда у нас все время отнимают, пытаются отнять эту иллюзию, как, скажем, в бесконечных истории со Сталином. Твардовский, скажем, написал в главе «Задаль-Людаль» в поэме, там у него была глава, так это было, по-моему, где он пишет о Сталине, и это уже, так сказать, времена, когда культрозаблачен, но он пишет об этом, что вот, все-таки этот человек был велик как в своих перегрешениях, так велики в своих свершениях. Ахматова на что там, в общем, не приняла совершенно эту главу, стала, так сказать, с Твардовским полемизировать, как это, это карлик, это убийца, это, так сказать, монстр, и так далее. Понимаете, а в ответ на это, скажем, прошли, прошли годы, там, и, так сказать, там, как лицо России, или герой России, там, народ чуть ли не большинством, вот, да, это так. Почему это происходит? Это происходит именно Россия, по-моему. Имя России, да. Это не потому, что люди любят убийц и садистов, но это потому, что они хотят сохранить, ну, как бы, свое уважение к самим себе, потому что, как можно сохранить уважение к самим себе, когда мы признаем, что страной, 30 лет управлял картой карлика ничтожества. Это психологически невозможно. И это, вот, это война не либералов с какими-то, вот, так сказать, закоснелыми, там, коммунистами или кем-то, это нет, это психология, человеческая психология, когда единственное, вот, здесь приемлемо, как раз форма, сказать, да, этот человек был, все-таки, значителем, как в своих преступлениях, так и в своих свершениях. Тогда мы внутренне с этим готовы смириться. Все-таки, это все-таки было так, все-таки наша страна была велика, и мы чувствуем, что мы все-таки величию этих свершений тоже имели отношение, а не только имели отношение к убийствам и уголствам всяким. Нет, но вообще-то Курехин закрыл тему Ленина доведением ее до абсурда. А здесь вы хотите, чтобы Лицкий закрыл эту тему доведением не до абсурда, а наоборот доказательством величия того, что с нами свершилось? Я думаю, нет, я хочу, хочу сделать, что книга Лицкого как бы шаг в эту сторону, потому что вот следующий за этим, как бы, за его шагом должна быть какая-то уже совершенно полная абсурдная история, которую ее закроет. Просто нужно было бы сделать резкий, неприемлемый шаг в эту сторону. Он его, как мне казалось, сделал. Он представил вообще психологию того времени как психологию садизма вообще. Хорошо. Я думаю, что за этим последовательно ответный, так сказать, вдумчивый, но при этом не лишенный остроумия ответ, который тему и закроет. так хотелось бы думать. Ну и тогда наше, так сказать, по ходу интервью завершающий вопрос, я думаю, да? Но я думаю, мы 15 минут проговорили. Да. Нет, на самом деле у нас традиционный вопрос, вы говорили по ярмарке. Да, традиционный вопрос по ярмарке. Вот мы сейчас побывали по нашей ярмарке, а как часто вы вообще бываете здесь и что вы здесь для себя находите, какие книги приобретаете, обычные. вот сейчас я ходил по ярмарке и я купил атлас автомобилисток в Петербург, потому что многие улицы становятся односторонними, достраиваются какие-то окружные дороги и так далее, и так далее, все меняется. здесь я нашел прекрасный атлас 12-го года по приемлемой цене. Это здорово и отлично. Кроме того, у меня вообще в частности с этой книгой Крузка очень выручил, потому что из Москвы никогда не получили никаких авторских экземпляров. книга вышла, друзья, родные и прочие знакомые кролика хотят книгу видеть от автора, а я не имею никаких экземпляров. А здесь я ее нахожу до того, как она появилась вообще во всех сетях или в частях в Питере. Она появилась на Круппе. И я вполне приемлемой цене здесь ее приобретал и доставлял несомнительную радость близким. Далее я подписываю. А вообще часто здесь бываете? Вообще нет, не часто. Но я знаю своих просто приятелей, которые отсюда не вылезают. Скажем, Александр Итоев. Хороший был. Часто вообще просто по субботам и воскресеньям когда мне звонит, он звонит именно из Круппской, потому что он что-то здесь опять откопал и делится радость в находке. Ну что ж, спасибо. Заходите чаще, приводите друзей. Непременно. Рады были видеть. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Напоминаю, что вы смотрели передачу «Литературная гостиная». В гостях у нас был сегодня Павел Русанов. Наша передача выходит при поддержке Санкт-Петербургской книжной ярмарки ДК Менькрубской. Ярмарка расположена по адресу проспект Абургской обороны, дом 105, 10 минуты ходьбы от метро Елизаровская. До встречи через месяц. Спасибо. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Бесконечное множество книг. Книжная ярмарка ДК Крупской. Единственная.